И еще раз здравствуйте, с вами снова Третьим Аксалем. И сейчас мы будем делать одну парадоксальную вещь. Это подарок всем подписчикам моего канала. Я очень вам благодарен, что вы следите, что вы учитесь. Фанимашум Скул это не просто канал выращивания грибов. Это школа грибоводства, это практическая лаборатория, которая постоянно производит какие-то исследования. И этими исследованиями я стараюсь делиться с вами. Сейчас мы будем делать просто парадоксальные вещи. Если мы раньше до сих пор боролись с плесенью разными способами, покупали всякие растворы, что-то обрабатывали, то сейчас мы сделаем просто уникальную вещь. Мы сейчас будем выращивать плесень. Плесень бывает вообще разная. То, что мы называем плесенью в обиходе, на самом деле это все есть. На самом деле это есть грибы. Даже тот же пенициллин, он не хороший, не плохой. Если взять то, что он портит наши продукты, то он плохой. Но миллионы жизней пенициллин спасает от инфекционных заболеваний. То есть в зависимости от ситуации. То же самое происходит и в том случае, который мы сейчас будем делать. Итак, то, что вы видите сейчас на моем столе, это, сейчас уже можно так вот догадаться, это плесневый сыр. То есть сыр сейчас не плесневый, но, ну, фокус. Так, что-то словило и что-то не словило. Так, еще раз. Ну, не отлавливает. Давай. Вот. Видите, кусочек сыра. И вот здесь, если присмотреться, то видим, что плесень начала расти. Итак, я сейчас буду объяснять, как в домашних условиях изготовить плесневый сыр. Довольно-таки вкусный и очень такой вот полезный деликатес. Так, продолжаем готовить наш сыр. Как исходный материал для этого материала вообще вам будет вот очень полезным. Всем тем, кто хочет научиться делать мицелий, этот вариант у нас будет просто бомба. Потому что принципы этого производства, они кругом одинаковы. И вот на отдельном таком совсем другом материале я покажу те принципы, которые касаются выращивания любого мицелия. Все, что касается грибов. Итак, для этого дела вам лучше всего брать вот такой вот упакованный сыр. Тот сыр, который нарезается, ну, вот таким вот образом плесневый и упаковывается в самом там маркете. Ну, скорее всего, он в процессе вот это, в этом процессе получает там дополнительное какое-то инфицирование. И неизвестно, чем это все закончится. Поэтому лучше брать первично такой вот упакованный сыр. Я уже делал здесь посевы. В первую очередь, вот эти посевы я сделал для того, чтобы убедиться в том, что зазначено на самой упаковке. А на упаковке читаем. Поскольку процесс созревания сыра происходит постоянно, его внешний вид и вкус также изменяются. Нормальным есть появление на поверхности слизи, цвель, значит, плесени и влажности. Это на другом языке хочется переводить. Значит, вот этот сыр оригинальный. Тот, который он, таким он и был. Мы берем вот сейчас в камеру, посмотрим, как он выглядит. Он выглядит приблизительно вот так. Первое, что нужно было сделать, это убедиться в том, что эта культура в самом сыре, она живая. Возможно, производитель каким-то образом, для того, чтобы этот мицелий спрятать от нас. Да, очень важно, что эта культура, вот именно вот этого пенициллина, который мы будем выращивать, называется пенициллиум рокуефорти. Пенициллиум рокуефорти. Значит, мы будем выращивать штамм вот этого плесневого гриба на сыре. Для этого, как вы поняли, вам нужно купить кусок обыкновенного сыра. Из какой-то части сделать пиццу, а то, что осталось, мы используем для эксперимента. И вот в эксперименте, первое я сделал это, маркировка здесь есть, это сделано было 3 дня. Сейчас уже видим, что плесень довольно-таки активная. Очень хорошо она начинает осваивать, ну, то, что говорится в данном моменте, это для нее субстрат. Вот, здесь вот хорошо она заросла, это буквально за 3 дня. То есть, очень активно мы держим его в комнатных условиях, скажем так. Если сам сыр приготовлен правильно и хорошо выдержан, то в комнатных условиях ему ничего не угрожает. Для того, чтобы он не высыхал, он замотан к плетку, естественно. Вот, и, ну, главное, чтобы сама культура, ну, не плесень, не сама культура гриба, пенициллина, чтобы она тронулась в место. За 5 дней это происходит довольно-таки активно. В дальнейшем мы его все-таки перенесем в холодильник и приблизительно забудем о нем, приблизительно на 2 недели. Будем постоянно наблюдать, что будет происходить. Это очень хороший материал для тех, кто вот смотрит видео, очень хотел бы заняться что-то как-то грибами, что-то как-то выращивать, но как-то все сложно. Какая-то посуда, нужно всего знать, какие-то видео, это все какие-то деньги, и так все сложно. Это очень просто, это каждый человек может элементарно пойти в магазин, купить вот эти материалы и сделать себе вот это все дома. И вот начать с того, что следить за тем, как вот растет мицелий, например, этого гриба, пенициллина. Так, вот эти образцы. Очень хорошо начался рост. Мицелий вообще на начальном этапе, он видите, он такого черного цвета, когда он состаривается. Когда он состаривается, он превращается вот в такой черный цвет. Но на самом деле в процессе его роста, это только старый мицелий становится. На самом деле в процессе роста он довольно-таки очень белый. И вот здесь видим, что мицелий пошел белый, но когда он начнет состариваться, он становится черного цвета. То же самое, что происходит вот на этой битой пробирке. Вот так даже в свете видно. Но здесь, скорее всего, там не пенициллина, это какая-то триходерма. Но когда она растет, она тоже белая. Это потом она становится вот такая зеленая. И брали мы эту пробирку злосчастную в руки, значит, то есть чашку. Нужно очиститься. Вот скверный. Для этого мы все-таки обработаем руки. Так, и приступим к тому, что мы хотели сделать. Значит, эти сыры, с ними уже все понятно. Но у них есть одно такое, но. Но этот сыр уже хорошо созревший. И сейчас он дальше происходит его созревание, но этот сыр уже готов. А в процессе, как идет производство плесневого сыра, он инокулируется сразу. В процессе его созревания. И этот процесс происходит параллельно. Созревает сам сыр, и в то же время в нем размножается пенициллин. Что дает возможность получить вот этот, его такой хороший, уникальный вкус. Так, как мне это сделать? Вот эту тонку мне нужно отрезать. Немножко. Так, ассистента нет. Значит, будем пользоваться усилиями. Так. Мы это сделали. Мы будем делать сейчас все в оригинале. Берем для начала... Это домашний творог. Производство собственного домашнего производства. Самый лучший продукт для человека, это то, что произведено своими руками. Как видите, для начала, для нашего эксперимента, берем небольшой, небольшую такую головку, чтобы ее, в принципе, там и не испортить. Неизвестно, что из этого, чем это все закончится у нас в дальнейшем. Поэтому мы берем домашний сыр. Оцениваем, что с ним происходит. Но, к сожалению, здесь уже, даже сейчас, можно наблюдать, что на нем есть какие-то, вот здесь, уже, вот эти пятна. Он у меня лежит специально так в тепле. Видим, что здесь, ввиду такого вот хранения, что-то там начало происходить. Но это нам даже в этом случае, в следующий раз мы выпьем самый свежайший и проведем этот процесс созревания параллельно. Но вот сейчас нам для вот этого эксперимента это будет очень важно. И я объясню, почему будет важно. Очень важно такой узнать параметр. В медицине он называется вирулентность. То есть активность вот этого штамма пенициллина. Что будет происходить, как он будет взаимодействовать, например, с другими инфекциями, которые в любом случае есть сейчас в этом куске сыра. Значит, как они будут взаимодействовать. У меня есть видео, вечная война миров. Там, где шиитаки воюют с триходермой. Ну, в этой войне победила все-таки шиитаки. Она эту триходерму сначала взяла в кольцо, потом накрыла сверху, и она ее исключила из этой чашки. И я думаю, что вот в этом случае у этого мицелия на этой чашке, у него будет своя биологическая память или иммунитет относительно заболеваний. Вот такое у меня впечатление. Но сейчас этот процесс подготовки мицелия к посеву идет, развивается. И что из этого всего получится, результат мы сможем узнать где-то только через полгода, когда у нас вырастут грибы. Посмотрим, чем это все закончится. А сейчас мы делаем то, что называется инокуляция. Будем мы это делать вот таким вот образом. Будем делать много точек инокуляции. И берем самые вот такие места, там, где плесень довольно-таки активно размножалась. И для того, чтобы быстрее у нас происходил этот процесс созревания, мы возьмем много таких вот кусочков. Нанесем на этот творог. Дальше несколько дней, несколько дней, 5 мы его подержим при комнатной температуре. Посмотрим, что будет происходить, как будет происходить рост самого этого мицелия. И в дальнейшем отправим его в холодильник. Так, одну сторону мы инокулировали. Аккуратно в пищевую пленку. И вот переворачиваем. И делаем то же самое с другой стороны. Вообще, эти плесневые сыры, как все знают и понимают, это очень такой вкусный продукт. Но в то же время и не дешевый. Поэтому употреблять его в пищу в том количестве, в котором бы хотелось, не каждый может себе позволить. А вот сделать вот такое мероприятие, ну это еще не факт, что из этого у нас всего получится. Но, по крайней мере, мы сделаем такую попытку. Вот внутри, здесь вот на, сейчас я вам покажу, на этом образце, эти сыры вообще называются Dark Blue, это голубая плесень. И вот внутри, тут я показывал, на тех образцах он немножко не совсем. Если присмотреться на свет, то эта плесень имеет голубой оттенок. Вот здесь она имеет голубоватый оттенок. И видно, что там вот внутри именно вот этот мицелий очень живой. Хорошо, что мы туда добрались. Мы его оттуда будем извлекать. Вон, вот здесь он вообще такой полностью живой. Даже что-то там выделяет какие-то цветные жидкости. Вот. Теперь мы это все сделали. Будем упаковывать прозрачную пищевую пленку, для того, чтобы иметь возможность все-таки наблюдать за процессом, что там будет происходить внутри. И аккуратно мы его сейчас будем упаковывать. Нам более важна будет вот эта сторона. Здесь мы нанесли вот эту самую живую мицелий. Давайте мы сделаем наоборот. Мы его прозрачную сторону оставим сверху. А вот этот заворот, мы его вообще отрежем лишнее. Аккуратно его вот так вот упакуем. И немножко так зафиксируем скотч. Ну, это одна такая простая манипуляция. Я показываю, это доступно там, скажем, любой бабушке на кухне это сделать. Я не знаю, бабушки не совсем любят этот сыр. А вот остальные люди им нравятся. Но таким же образом, вот будете смотреть, вот эти колбы здесь не зря стоят, таким же образом можно приготовить питательную среду для вот этого пенициллина. Но сами понимаете, на древесине и отваре из овса или пшеницы, он расти, наверное, что не захочет. Это не та питательная среда, которая ему нужна. Хотя, кто его знает. Но мы это не будем проверять. Для него мы будем готовить питательную среду на сыворотке молока. Да, элементарным способом сыворотка просто будет фильтроваться без всяких добавок. Это будет вот все обогащение, которое нужно будет сделать для этой среды. И в эту среду, в принципе, можно будет добавить, как вот в этом случае, можно будет добавить немножко глюкозы. Потому что грибы, они тоже не глупые. Они дешевый вот хавчик, они при большим удовольствии его подхавали. И это самое. И последнее, вот что-то я жду и думаю, что нужно сделать. Нужно сделать всегда этот очень важный момент, о котором многие забывают, потом трудно анализировать. Мы должны обязательно поставить маркировку, что это сделано 18-го на 3-е, 14-го года. Итак, наш эксперимент сделан. Результат на ваших глазах на сегодняшний день. Будем наблюдать за всем тем, что будет здесь происходить. Ну и если у нас все получится, то желаю, ну в любом случае себе, желаю приятного аппетита. Ну и если это получится у вас, то желаю приятного аппетита и вам. Следите за каналом, у нас много интересного и множества вкусного. Того, чего не найдете нигде в другом месте. С вами был Макс Аллер. Желаю вам всего самого наилучшего и всех благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok